Казахстан и Турция – партнеры в экономике и политике. И с каждым годом сотрудничество двух стран крепнет во всех отраслях. Турецкая сторона особо чтит роль главы нашего государства Нарсултана Назарбаева. В знак уважения и имя президента присвоили одну из улиц в городе Адана. В торжественной церемонии ее открытия побывала и съемочная группа телеканала 24КЗ. Адана, шестой по численности населения, город в Турции. Здесь проживает около двух миллионов человек. Теперь центральная улица города в Средиземноморье носит имя Нурсултана Назарбаева. Собравшиеся говорили о значимой роли президента Казахстана на мировой политической арене и в развитии плодотворного двухстороннего сотрудничества. Заслуги лидера нации оказались известны каждому жителю Аданы. Поэтому они с радостью приняли решение местных депутатов. Кстати, слуги народа от разных политических партий и взглядов в этот раз были единогласны. Нурсултан Назарбаев – крупная фигура на политической арене. Он заекомендовал себя как настоящий лидер среди глав тюркских стран. И это оценка народа. Решение о переименовании улиц и жители поддержали сразу. Я считаю, что эта улица своего рода доказательство турецко-казахстанского сотрудничества и единства. С большой радостью новость восприняли этнические казахи, проживающие в Адане. Один из них, Айден, признается, теперь будет с гордостью говорить, что живет на улице имени президента своей родины. В Адане проживают 20 казахских семей. И все мы были безумно рады, когда было решено присвоить имя президента нашей страны, улицы, на которой мы живем. Для меня это еще один повод – гордиться за свою страну. Это историческое решение, и мы были его свидетелями. Я видел, как люди искренне радуются. Для нас честь жить на улице имени Нурсултана Назарбаева. Авторитеты заслуги Нурсултана Назарбаева чтят не только в Адане. Ранее четыре улицы в Турции уже были переименованы в честь президента Казахстана. А в самом центре турецкой столицы, в Стамбуле, установлен памятник главе государства. Гаухар Сарцинбаева, Иржан Женусси, Дадденли. Адана Турция.